Дозор 1, прием. Дозор 1 на приеме. В районе вокзала замечено возгорание. Запустить квадрокоптер, проверить с воздуха. Принял, выполняем. Сжигание отходов и обжиг металла на территории за вокзалом – дело, к сожалению, обычное. Вот и на этот раз на одной из металлоприемок виднеется столб дыма. Активисты гражданского дозора реагируют по уже выработанному плану. Команда едет на место возгорания, фиксирует, вызывает пожарных. Затем уже инспектор составляет протокол и выписывает штраф. Только таким способом можно бороться с нерадивыми поджигателями. Время реагирования у нас оставляет порядка 10-15. И мы готовы. Сейчас в составе гражданского дозора около 30 человек, которые добровольно взяли на себя обязанность помогать городу и его жителям. Задачи стоят как и в транспортировке больных людей, в транспортировке пожилых людей. То есть кому-то нужно просто протянуть руку помощи. Также мониторим поджоги, мониторим законные возгорания. Патрулирование водоемов, доставка продуктов тем, кто не может выйти из дома, поиски пропавших – все это сейчас в Блакове выполняют активисты дозора. Движение, которое зародилось несколько лет назад для реагирования на возгорание в промзоне, сейчас выполняет и другие функции. Для этого необходимо не только желание помогать, но и различное оборудование. Список того, что пригодится в работе, ребята составили, исходя из своего опыта. И все это сейчас у них появилось. Изначально у нас оборудования такого не было, не было и квадрокоптера, не могли посмотреть с воздуха на обстановку, если это связано с очагом изгорания. Поэтому мы обратились за помощью областному депутату Киркасяну Гагику Араратовичу, который нам оказал спонсорскую поддержку, благодаря ему мы приобрели оборудование. Сейчас в рюкзаках активистов гражданского дозора есть экшн-камеры и рации, аптечки, фонарики и много чего еще полезного. Повербанк, если сядет какой-либо аппарат, то есть рация, либо телефон, чтобы можно было вовремя подзарядить. Проводить поиски с воздуха помогает квадрокоптер. С таким набором и помощь становится более эффективной. А сами добровольцы приглашают в свою команду и других активных блоковцев, которые хотят помогать городу.